ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА О, Джек, смотри, на 1.3 сидит, а он карлуха сидит. Чет, пизданём, красотка. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Доброго здоровья, друзья мои, вы на канале Джек Хантер. Сегодня у нас такой весенний, такой вообще отличный денёчек солнечный вырвался почти без ветра, поэтому мы мчим. Мы мчим на всех своих старых первых колёсах вот в эту вот всю солнечную тише гладь. Короче, едем за карлухами, братцы. Также хочу всем напомнить, а кто не знал ещё и сказать, кто только подписался, что у нас в группе ВКонтакте проходят регулярные конкурсы, розыгрыши, в которых можно реально выиграть. Хорошую винтовку, PSP с прицелом и ещё кучу ништяков, подписывайтесь на группу ВКонтакте, ссылочка в описании. Я уверен, что вам понравится. Ну, в общем, сегодняшний отстрел у нас будет за городом, мчим мы сейчас туда далеко. Кто питерский уже узнали, куда мы едем, в общем, в те края. У нас сегодня будут и гнёзда, и сорочи, и вороньи, но понемножку, ну, в основном шотики, медлячки, но, как обычно, шуточки, прибауточки. Также передаю привет всем комрадам, всем абсолютно, братки, держитесь. Корзиночки подоспели, наши сорокушки-коркушки уже нас ждут, так что пересечём эту воронью-сорущую деятельность прямо на корню, а точнее на гнезде. Всё, погнали, заваривайте кофеёк, смотрим. Сидит Карлуша, смотрит, смотрит, что бы ей покушать, ну, щас мы тебе ждём бутербродик. В общем, Карлуша как-то очень быстро поел, вот, ну, вы заметьте, прямо сразу хапанул, и всё. Ну, и отравился, наверное, я не знаю, что с ними происходит, они вот иногда, вот прям, некоторые прям ещё так, чё-то как-то, ну, а некоторые прям просто чпоньки, всё, и вот, ну, и чё-то как-то даже, вот, если быстро это всё дело посмотреть, на быстрой скорости, там, внизу в плеере, то и неинтересно. А этот у нас, смотрю, шест осваивает, так прям и норовит вокруг него, прям такого спирального хуя вычертить. В общем, братцы, редко, но иногда получается проводить колуху прямо до аэродрома, потому что вот когда, ну, даже в телеге мы обсуждаем, долетит, не долетит, там, бензобак пробит, гидравлика отхуячно, ну, вот. Ну, в общем, как-то так, так что подписывайтесь на наш телеграм-канал, ссылочки в описании, в закреплённом комментарии, там тоже у нас интересно. Братиш, давай пиздяч, улетит ведь, блядь, пиздяч, скорее, улетит, блядь, сука. Да не сытый, ёпта, когда, блядь, с пуховика столько перьев вылетает, всё ему пиздец, по-любому. Ты видел когда-нибудь, чтоб с Карловича столько перьев вылетал? Я думаю, там на выходе, мама, не горюй. Трещёточки тут начали попадаться. Кстати, там дальше у нас будет такая вообще активная охота по кустам, ведь все знают, что у Сороки так вьют эти гнёзда, что хуя их найдёшь там. Но мы умудрились, потому что, блин, четыре глаза, это не один. Ну, хотя один в оптике тоже глаз. Ну, это, братцы, тот самый случай, когда солнце светит в левый глаз, загораемая спина. Ну, в общем, я вообще люблю, когда Карл уже сидят и греются. Ну, они-то греются аккуратно. Вот она, кажется, туда каркает, каркает, да сука, вот она видит, всё, 360 градусов. И если они такие дуры были бы, прикинь, мы бы их даже с Хацанов купили на 25 метров. Ну, в общем, внезапно вот рядом дороги увидели гнездо и решили проверить. Ну, в общем, Т-700 в дедушке делает чудеса. Я думаю, что с какого-нибудь сверчка, ну, не достали бы. Но тут проебошило всё насквозь. Ну, и, как говорится, лупили на Верочку, нам просто повезло. И, сами видите, вот он результат. Карлуха въёбана через гнездо. Пизда корзинки больше, хе-хе, полдоносить не будет. Хороша, хороша, Белобока. Аки Венера сидит такая прям милоская. В общем, братцы, наша Венера пока летела вниз, собрала все, все вообще абсолютно, что их в спортзале. Это турник, брусья, козёл, трамплин. Да всё она вот умудрялась наебнуться. Я уже не знаю, я думаю, мне уже не хватало угла её проводить. Она ещё там внизу что-то умудрилась ещё, блядь, пару подъёмов с переворотов сделать. Ещё выход силой и, блядь, с сальтом Мортали. Ну, короче, это, ну, вот... Быстро это смотреть неинтересно, поверьте на слово. Ну, а если кто хочет посмотреть быстро, ставим паузу. Назад в плеер, ускоряемся там до безумия. Ну, и вот вам результат. Ну, собственно, я когда смотрю вот это всё в замедленном месте, я понимаю охуительную вещь. Потому что, когда стреляешь, этого не видишь. Ну, а вот, братцы, собственно, сорощее гнездо. Приявить до него дистанцию вот точно невозможно, потому что дальномер не берёт, работаем только по параллаксу. Ну, соответственно, где-то они трескочат, а вы сами знаете, сорока высоко не ставит гнездо. Где-то вот на уровне человеческого роста, чуть повыше. Ну, здесь уже надо вот смотреть в оба, и только она дёрнулась сразу. Сразу выискивать дырочку и лупить почём зря, потому что другого шанса у тебя может и не быть. Потому что шаг влево, шаг вправо, в нашем случае это пару-тройку сантиметров, и она недоступна. Как только мы приговорили на одном гнезде одну сороку, чуть проехали подальше, и началась суета. Потому что все они сразу на гнёздах начинают суетиться, трещать, мама, не горюй. Короче, ну, есть у них рефлекс, да, подзащитить своих сорочат. Ну, тоже, вот здесь было сложно выискивать её, потому что треск-треск, и она затихает, как чувствует, что ты за ней следишь. Потому что, ну, сорока-то она далеко не дура. Ну, выдержка настойчивость, и наше, так сказать, желание достать эту штучку принесли свои плоды. Ну, как видите, братцы, высокоточная стрельба, она своё дело делает. Поэтому, как бы, рекомендую вам всем работать с рук иногда, и целиться в какие-нибудь квадратики, 2-3 сантиметра. Ну, это сорочало прям, вот, вообще, гений просто маскировки. Ты представляешь, вот так вот сесть, что тебе не так, не так и не этак. И чуть шаг влево, шаг вправо, на усеебёт. Ну, немножко пощекотали мы ей перышки, ну, думаю, что ничего с ней не случилось, полетела она дальше. Ну, это наш Карлуша высоковольтный, любит он вот этот, электрики там всякие, помните, да? Ну, а после пиздюлина, я не знаю, сколько там вольт ему влетело, куда он там жопой своей сел, ну, сначала даже не увидел, куда он полетел, но когда стали объезжать вышку из леса, то увидели вот такую вот картину. Ну, наш друган уже прилёг. Вот скажите мне, братцы, почему они любят там сидеть? Там что, блядь, мёдом намазано? Ну, нихуя же, нет же, резяки и всё. Чё, чё за хуйня? Тут, короче, у нас котик спрятавший. А вот там вот, не знаю, как видно, его нет. Одиннадцать часов. Сидит, вот, сорока. А дрочь от котика. Вот эти вот собачки. Охраняет, тут они лесопилка. Всем надо для начала объебать сороку, а там видно будет. Собак шугануть немножко-то надо, бьём. Бедолага тому, что скукожился весь, блядь. А сорока вот там. Сочкой. Сочкой. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Но об этом уже в новых роликах. А сейчас не забудьте поставить свой королевский лайк. Может быть даже написать коммент, оценить работу нашего монтажёра Андрюхи. Он старается всё время, поэтому иногда немножко обижается, что вы его совсем не упоминаете. В общем, всем добра, до новых встреч. Подписывайтесь на все наши штучки в описании. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок